Всем добрый день. Меня зовут Татьяна Ларина. Я из России, город Москва. На самом деле не все здесь знают, что я прохожу Реэнкаунтер. Еще две недели назад я сама об этом не знала. Я была уверена, что я не буду проходить Реэнкаунтер, что я уже получил все, что надо. Я была уверена, что я не нужна, что я не нужна. Это не входило в мои планы. У меня была цель привести на Реэнкаунтер под руку, помочь добраться сюда. Я хотел, чтобы мои друзья сюда приезжали. Я снимаю здесь отель, ждать и уехать дальше гулять. Я просто сюда приезжаю и просто потом верю, чтобы они были в порядке. Но чудным образом отель, который я здесь забронировал, аннулировался. Но я получила спустя какое-то время СМС. И я верю, что это СМС была с неба. И я решила проходить Реэнкаунтер. И как обычно, мои планы не сходились с планами папочки. Я благодарна папе за то, что я проходила Ре-Encounter. Я бы даже называла это не Ре-Encounter, а Encounter. Потому что то, что было в июне, это был Ре-Encounter для меня. К этому Ре-Encounter я подошла уже осмысленно, получила освобождение, чувствую, что очистилась окончательно. Я получила подтверждение того, куда ведет папа, и намерен идти всю свою жизнь на земле за папой, и нести его слово на эту землю, и с его проводником, и с его Проводником. Я благодарна за команду, которая работала со мной, через которых папа очищал и помогал мне, и мне помогал мне. Всем большое спасибо. Благословение. Добрый день. Я приехала с Азербайджана, города Баку, из мусульманской страны, и немножечко хочу два слова сказать, что родилась в мусульманской семье. В роде не соблюдала ни один из ритуалов, но довольно-таки была напичкана с детства мусульманскими какими-то обрядами. Но затем Бог коснулся чудесным образом через довольно-таки давно меня. И я вроде бы, можно сказать, была верующей. И не так давно, я уже как 12 лет, можно сказать, во Христе. Но я только сейчас поняла, что такое встреча с Иисусом Христом. Что такое живой Бог? Кто такой живой Бог? И как он действует, и как он работает? Все то, что меня накрывало и я получала, до этого я всего этого не видела и не звучала. Все эти картины, которые у меня на протяжении всех этих трех дней, и если позволите, я чуть позже двумя словами просто поделюсь, что я получила. И просто я благодарю во-первых самого главного Бога за то, что я здесь, за то, что были препятствия быть мне здесь, начиная с получения Визы и всего прочего. Но Бог открыл мне все дороги, и я здесь аллилуйя слава Иисусу. И затем я благодарю команду, которая также работала со мной, которую Бог через них прикасался ко мне. Он реально очищал все всякие зависимости, отравлял, показывал, утвердил, как надо ходить в Боге. Каждое слово, может быть, я не так еще поняла, не впитала как губка, но я знаю, что это проникло в сердце глубоко. Он будет работать на протяжении всего времени. И скажу в завершение, что я видела с первого же служения, как долго я шла ко Христу. Но меня всего один шаг останавливало того, чтобы получить реальную закваску и видение того, что я должна быть служителем в его теле. Я всегда доходила до какого-то порога до Иисуса Христа, когда я его принимала, но не понимала, что нужно сделать еще один рывок. А это был рывок того, что я подходила ко Христу, к Христу, вот этому, который стоял в середине зала. Я знала, что я просто подошла к Иисусу, когда я увидела эту картину, что я иду, и я просто не доходила никогда до этого креста. Но когда я просто упала, перед этим крестом даже не доходя, не дотрагиваясь до него, я увидела, как Иисус меня схватил и сказал, что ты вот здесь всегда останавливалась. А сейчас я просто прибиваю. и прибиваю к Христу. И та самая картина, которая показывалась на протяжении она очень коснулась меня. И я верю, что этот шаг в новое. Я верю, что это шаг в движение папины в направлении. Я верю, что буду служить ему. Спасибо всем. Я благодарю папочку и всех, кто здесь за всю команду. Слава Иисусу. Здравствуйте. Меня зовут Эльза Ауш. Я приехала из Лобрус. Я heißе Эльза Ауш. Кому с Хайлброн. Я долго думала, ехать мне на этот инкаутер или нет. И я благодарна Господу, что я была здесь. И я знаю, что он совершил во мне ту работу, которая была необходима. И я знаю, что это новое начало. И я благодарна Господу. И благодарна команде за вашу труд. И вы очень привлекательны вашей искренности и вашими открытыми сердцами. Всем здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Вал. Я приехал из города Липштадта, это Германия. Какому с Липштадт? Точно? Как бы, к этому инкауту я как бы пришел осознанно. Мы на телеболе здесь в апреле. Через них я понял, что мне нужно то, что там приехать. Как бы я пришел еще в 2019 году. Но все проблемы со мной были. Они как бы не ушли. Они как бы таки остались, до месяца они были. А было alles, что я там был из Киевой. В Цитр, куда я ходил, там я как бы не рос и не получал того, что мне нужно было. В Киевке, в Киеве, в которой я ходила, я не мог ничего проживать, но ни было. Ничего не решено. После которых были родители, я начал думать об этом и как бы принял решение приехать туда. После, что я это сделал, я сначала приехал. И благодарен папочке, благодарен всей команде, которой они потрудились, что я теперь получил из полного освобождения от того, что меня мучило. И все это мне получил силу и стал больше, еще больше, ведь я знаю, что я теперь должен дальше служить. Потому что я хочу, чтобы дети мои больше познакомились с Богом, и люди, которые меня окружают, чтобы они тоже через меня пришли к Иисусу. Я благодарю всем, и поздравляю с Богом, спасибо. Я хочу, прежде всего, поблагодарить всю команду, большое, огромное спасибо. И сказать, что то, что я познакомилась с командой, и этой церковью, это не церковь, это настоящая семья, и то, что здесь происходит, это просто настоящие чудеса. Я всегда стремилась к Богу, но я пришла, наверное, тогда очень рано, это тогда было такое движение, 97-й год. И это была экстрасенсорика, вот. Я бы именно поздравляю свою рахину, потому что это было очень много, там, 20-го года. Да, там были и глубокие погружения, и дыхание, и йога, и ребёфинги проходили, но мы были глубы, то тогда мы были очень, видно, многие обманы. Мы выходили из своего тела, это было интересно, хотя лечение руками шло, вот, это было нестоведение, указывание, это было, конечно, тогда интересно. Но и дня тогда, и нам, мы хотели идти к Богу, и нам показали в то время другого Бога. И тогда, ну, что-то такое произошло, что меня испугало, и что мою душу хотели похитить, и я это видел. И у меня, да, у меня происходило, в общем, все, все нехорошее, я разошлась с мужем, и все, что-то такое, что все плохо было. И я решила, потом я переехала в Германию, и вообще решила обо всем, об этом, и забыть и никогда больше. Вот, и тогда нас посвятили еще, что мы стали люди новой формации. И, может быть, я не знаю, но, может быть, тогда была не такая сильная защита, но нам говорили, допустим, что мы с Богом, и все делать людям только хорошее. Да, из-за лечения, вот, то, что это от Бога, из-за лечения никакой, ни копейки, ничего, абсолютно, кто это от чистого сердца, абсолютно, это не через деньги, не через что ни шло, нет. Да, и почти, я мысленно всегда была звоном. Да, когда я здесь ходила, в церковь, в флаглярки, не знаю, ну, я не находила того, чего я нашла, вот, когда я встречала мою подруга, мы с ней разговаривали, обо, и постоянно разговаривали. Я, ну, я как-то не решалась, она говорила, но я как-то не решалась, после того, как меня ввели в заблуждение, я поняла это, да? Ну, когда я пришла, я на себе все прочувствовала, началась домашняя группа, это было 29. Сентября. Мы первый вечер побеседовали, в общем-то, поговорили. Wir führten ein Gespräch, а потом я через неделю опять пришла. Und nach einer Woche bin ich wiedergekommen. А 29. Сентября, это был день рождения, еще моя мама. Вот этот день, я никогда не забыл. Мне исполнено 70 лет в этом день. И вот, ну, я не знаю, ну, что там вот такое, ну, необычное, я ощущала. Это было очень особо. Да. И на следующей неделе мы опять встретились во вторник в домашней группе. Мы поговорили, мы читали Библию, рассказали, мы говорили, мы говорили, мы говорили, мы говорили, мы говорили. И потом, я не знаю, она говорит, посмотрите на руки у меня, руки покрылись. И она сказала, что она была золотая пыльца сначала. И мои руки были во главе Голлажа. Я даже не слышала об этом, но лично я не могла... Это было своих желаемых, я даже не могла в это собира headphone зас... И, блин, мой лицо все... И вот здесь вот все, вот на груди все вот... И после этого дня, оно у меня никогда не проходит. И на этот день, или на сегодняшний день, это было на меня. И я не могла понять, почему это мне. И я постоянно спрашивала, почему это мне такое. И это постоянно так, как мне это было. И потом оно исчезло. Потом я услышала, мой Дух, я услышала, да, Святой Дух, я услышала. И Он сказал, я говорю, ну когда же, вот я так хочу увидеть Бога, но когда, когда Святой Дух? И я вот услышала, Бога, и сказал, я в тебе, а ты во мне. Я потом вот уже слышала, здесь вот прочитала тоже, написано Дух. Он говорит, я в тебе, я так удивилась, я вам скажу, ты Бога, с другими. И сразу звоню своего другу и рассказываю. Она говорит, да, говорит, значит, ты уже познакомилась со своим Духом. Он говорит, у тебя так плакал, столько вас освещения было. Да. Я слышу, я слышу, как он со мной разговаривает. И иногда громко, но все равно меня еще продолжают. Это еще, я не могу к этому привыкнуть, но существует меня это уцепляет. Да. И потом вот в последнее время даже этот свет уже был не золотистый, а серебряного цвета. И это полностью, полностью ладонь была покрыта, ладонь покрыта полностью серебряным цветом. И тут у меня, я сама себя не замечаю, но вот с другой стороны уже и люди вот видят, что он меняется, наш свет. Свет у меняется, он становится мравом этого цвета. Да. Так хочется много сказать, но вот просто я волнуюсь. Ну, в общем, очень много-много всего, что происходит. И у меня никакого страха, эти сны, которые снятся. У меня даже протест к дьяволу, и я сказала ему, у меня, когда обманули, я с Богом буду только с Богом. Я говорю, дьявол, футбол. Я говорю, дьявол, футбол, футбол, футбол. И если ты думаешь, еще до сих пор приехать или нет, просто приезжай. Я очень рад, что я сюда приехал. Я понимал, что уже дьявол был готов, готов мне препятствовать, чтобы я сюда приехал. Но в течение моего сердца я понимал, что мне нужно сюда приехать, что у меня это нужно. Есть большая потребность. И я очень рад, что я здесь побывал. И мне sicher, что об этом сейчас mein Leben komplett anders проходит. И уверен, что моя следующая жизнь, моя будущая жизнь по-другому потечет. Я хочу просто каждому сказать и дать просто мужество какое-то передать, чтобы каждый, кто еще сомневается, кто думает еще приехать или нет, приезжай сюда, ты здесь на самом деле встретишь Бога. И ты начинаешь вещи видеть по-другому, с другого ракурса, какие ты видел раньше. И Господь тебе четко показывает, что тебе нужно делать. Он четко тебя ведет и говорит тебе, что тебе делать нужно. Аминь. Спасибо. Меня дети здесь зарегистрировали, мой сын и мои внучки. И я сюда приехал, не знал, что меня ожидает. Мне немножко сын рассказал уже, что возможно будет. С различными чувствами, эмоциями я приехал сюда. И я очень рад, что я здесь. И я благодарю команды. И я вас никогда не забуду. И это время здесь я тоже никогда не забуду. И я рекомендую каждому, не сомневайтесь, приезжайте сюда. И я здесь встретил Бога. И теперь я буду жить для Иисуса. И благодарю за все. И желаю всем всего хорошего. И чтобы вы постоянно были в любви Бога. Спасибо большое. Меня зовут Оля Криконова, и я зовут Оля Криконова. Я уже давно хотела поехать на мой encounter. Потому что я понимала, что в моей жизни есть вещи, которые меня от Бога просто отсоединяют. Потому что я wusste, что в моем жизни есть, что меня от Бога просто отсоединяет. Я всегда в последнее время Богу говорил, Господь, я хочу искренне служить Тебе, но я не могу, что-то между мной и Тебой стоит. Но в последнее время я боялась. И я боялась, наверное, то, что придется многие привычки, многое, что просто жизнь перестроит и оставит. Но я очень сильно хочу быть близко с Богом. Я устала постоянно себя в чем-то украсть. Я устала постоянно себя в чем-то украсть. Если говорить, что ты здесь перед Богом не так делай, и здесь ты не так делай, я понимала, что этот голос не от Бога. И мне многие люди говорят, что ты давно делаешь. Почему у тебя так? Потому что у меня не прощение было, потому что у меня были многие вещи, которые у меня просто, я понимала, что я сама от меня избавиться не могу. Потому что я не потерял, потому что я не потерял. В начале, когда я приехал сюда, у меня было очень много Преград. У меня было очень много Преград. Но я Богу все равно говорила, что я хочу туда ехать. Но я сказал Богу, что я хочу туда, и мне также страшно. И в этот раз я сказал, что я пойду. И слава Богу, Бог все так устроил, что в последние минуты все улегло. И я почувствовал сейчас это освобождение. И я хочу сохранить эти близкие отношения с Богом. И я верю, что Бог в моей жизни много что еще изменит, сделает другим, и я вижу победу. И я очень благодарна тоже команде. Я очень благодарна этому команде, за эту искренность, за эту любовь, за эту любовь, и что очень много любви есть. Это для меня очень важно, потому что в последнее время я очень много чувствовал себя. И мне было очень много любви, и в последнее время я использовал себя. Слава Богу! Господи, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok